100 призов за 30 дней. Розиграш от Манивео. И совещания это покажут, как говорят, вот Песков сказал, в эфире. Ну, факт остается фактом. Событие произошло. И вот что оно значит? Как на него реагирует? Вообще, что оно меняет? Или оно, напротив, поддерживает вот эту тенденцию того, что делает Украина? Ну, в этот раз у этого не символическое значение. В прошлый раз, действительно, когда первый раз мы взорвали мост, 7 октября. Это было на день рождения Путина, на 70-летие практически. Ну, почти в этот день. И тогда, действительно, это имело больше символическое значение и меньше практическое. Сейчас все совершенно не так, а ровно наоборот. Сейчас мы не пытались, как вы видите, попасть в какую-то дату, кроме дня рождения Ангела и Меркель. А, в общем, на самом деле решали военную задачу. До этого мы ракетами Storm Shadow повредили сильно Ченгарский мост. Теперь вот при помощи этих беспилотников, беспилотных катеров повредили Крымский мост. Пока еще цела жизнь дорожная ветка, но это же тоже вопрос теперь времени, судя по всему. И мы осложняем логистику россиянам и постепенно превращаем Крым в остров. В этом наша задача, действительно, превратить Крым в остров. Тем более, что когда мы... Почему в прошлый раз это так не работало, а сейчас работает? Потому что сейчас у нас идет наступление на Запорожьском фронте, на так называемом Бердянском направлении. И его цель, конечно, очевидно, перерезать сухопутный коридор россиян. Вот когда мы перерезаем сухопутный коридор и мост взорван, то все, они должны будут снабжать всю свою крымскую группировку неизвестным толком способом. Ну, то есть по морю, по морю снабжать. Кроме того, им надо снабжать не только военных, но у них там гражданских оккупантов сотни тысяч, причем больше, чем полмиллиона. Их же они тоже должны как-то снабжать будут. Поэтому это чисто военная задача. И радостная, конечно, хорошая, положительная в этом всем новость, в том, что если в прошлый раз все это было достаточно таинственно, как мы смогли... Ну, непонятно, как мы смогли в прошлый раз это взорвать, как-то смогли, но никто не понимает, как. То сейчас вот это катера, беспилотники, а это означает, что это можно повторять. То есть, ну хорошо, они сейчас будут чинить опору, а мы будем взрывать следующую. Они будут пытаться запустить автомобильное движение, а мы будем останавливать железнодорожное. Так что мы нашли некий рецепт, который какое-то время будет работать против моста. Вы затронули момент символизма. Я, знаете, вот хотел у вас спросить насчет все-таки дат, выбранная ли она не случайно, потому что вот сегодня зерновая сделка заканчивается. Сегодня 9 лет крушения рейса MH17. Играет ли это какую-то роль? Ну, возможно, давайте начнем соотношение этого события касаемо зерновой сделки. Возможно, это какой-то показатель того, что все-таки Путин слаб, он продолжает быть слабым. И какой-то вот политический вплыв, влияние на эту ситуацию. Да нет, я не думаю, что наши силы спецоперации, которые это готовили, то есть силы военно-морского флота и силы спецоперации, ведь как-то пытались это привязывать к какой-то зерновой сделке. Это, грубо говоря, два разных отдела у нас во власти. Ну, представьте себе, да, вот они планируют, давайте в день зерновой сделки это сделаем. А на следующий день Путин вдруг соглашается его продлить, и что тогда? Отменять, что ли? Нападение на мост, это серьезная операция, она планируется задолго. Еще и ждали погоды, я уверен, хорошей. То есть это привязано к погоде, к погодным условиям и к делам на фронте. То есть весьма вероятно, как мы знаем, ну, в чем принцип, да, уничтожения логистических цепочек? Их надо уничтожать в последний момент перед наступлением, не сильно заранее, а в последний момент, чтобы твой противник не успел перестроить эти логистические цепочки и отстроить альтернативные пути. Поэтому всегда такого рода дела делаются накануне наступления большого. У нас на Запорожье, ну, по разным слухам, конечно, это никто точно не знает, но по разным слухам мы близки к тому, чтобы начать именно большое такое наступление на Запорожье, уже с задействованием больших резервов, и возможно, что это как раз и есть решающий акт подготовки. Первый был, когда взорвали Чангар, и второй сейчас. Ну, вот и доставать мы, по идее, частично можем по сухопутному вот этому снабжающемуся коридору, который идет не на территории Крыма, а ближе к Черному морю, через Мариуполь, вот эта дорога. Точно не помню, М-14 или М-17 она называется. Ну и получается снабжение военное нарушено, и вот тот последний момент, о котором вы говорите, он происходит сейчас. То есть, я так понимаю, вы ожидаете активное продвижение ВСУ? Да, но, во-первых, это не совсем так, потому что, когда эта дорога, которая идет там вдоль, считается у военных, насколько я понимаю, что дорога как бы под контролем, под нашим огневым, когда артиллерия туда достает, артиллерия у нас, конечно, туда не достает, это все-таки сложно, да, ракеты. Мы вчера достали в Мариуполь попали, вчера попали в Бердянск, но это все-таки единичные попадания, это серьезные ракеты там типа Storm Shadow. Это еще пока не огневой контроль. Ну а ожидается, но опять, это не я ожидаю, я сказать, что я ожидаю, это было бы слишком громко. Я всего лишь послушал военных экспертов, которые считают, что в течение ближайших, ну там считанных по одной пальцам одной руки недель, у нас должно получиться именно на запорожском направлении, и тогда вот мы перережем действительно эту артерию, ну хотя бы взяв ее под огневой контроль, этого будет уже достаточно. То есть вот тогда мы по-настоящему их отрежем и отрежем им Крым.